Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. День рождения. Губернатор Дмитрий Азаров все эти дни работает в Ростовской области. Там глава региона встретился и пообщался с защитниками Отечества, навестил в госпитале раненых бойцов, а также организовал телемост военнослужащих с их родными и близкими. Кроме того, руководитель Самарской области провел прием бойцов по их личным вопросам, взяв все обращения и просьбы на особый контроль. Подробности в нашем сюжете. В расположении воинских подразделений Южного военного округа находятся военнослужащие Самарской области. После случившегося в Макеевке родные и близкие бойцов волновались за их состояние. Губернатор Дмитрий Азаров приехал в воинскую часть, чтобы проверить условия проживания. Организацию питания обеспечены всем необходимым. Военнослужащие рассказали главе региона, что условия хорошие и питание качественное. И сообщили, что им выдали новое обмундирование. Дополнительно приходит гуманитарная помощь. Вместе с тем бойцы озвучили пожелания по доставке дополнительной партии экипировки, спецсредств бытовых предметов. После общения с военными и представителями Министерства обороны Дмитрий Азаров поручил в кратчайшие сроки организовать такую доставку в воинские подразделения. Уже вечером того же дня гуманитарный груз, зимняя теплая одежда, термобелье, шапки, теплые носки, рации прибыл в расположение войск. Вместе с главой региона в Ростов приехала и руководитель женсовета 2-й гвардейской краснознаменной общевойсковой армии Екатерина Колотовкина. Она передала бойцам специальные шевроны с изображением Богородицы. Эта икона, она вышита с огромной любовью, специально для вас. Она освещена, и в ней вся любовь и забота о нашем воинстве. Вот этот шеврон приезжал кто-то, православный батюшка какой-то, и раздал там кому-то нашим ребятам. И боец один мне дал вот этот шеврон и сказал, что, ну, носи его. Я его нацепила, и в момент прилета химер, вот этот бушлат я накинул на себя и вышел. Потом бушлат отдал бойцу, и вот это мне отдали 30 или 31 числа, эту икону. И вот она со мной по сей фоне. После осмотра воинских подразделений Дмитрий Азаров побывал в военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону, где поблагодарил врачей за заботу и внимание. Вы им оказали огромную помощь, и принимая их на Самарской земле, уже видел, что и настрой их, и настроение, и самочувствие сильно отличаются от того, что были в первые дни, когда они только уступили в госпиталь. Я вам искренне признателен, благодарю вас сердечно. В знак признательности за помощь в восстановлении здоровья бойцов, защищавших Родину, губернатор вручил медикам благодарственные письма. По инициативе главы региона, большая часть пострадавших самарских военнослужащих уже перевезена из ростовского госпиталя в Самарскую область. А два бойца, которые до сих пор проходили лечение в Ростове-на-Дону, сегодня переведены в Москву для оказания специализированной помощи. Надо, конечно, прислушаться к врачам и пройти должное лечение и курс московских в лучших госпиталях. Вас везут, коллеги говорят, что это и оборудование кальное, и врачебный состав, и главное специализация на таких травмах, на реабилитацию на Самарскую землю. Самарские военнослужащие поблагодарили губернатора Дмитрия Азарова за поддержку и внимательное отношение к каждому земляку, который сегодня защищает Родину. Спасибо. Не каждый губернатор, как говорится, решится на такие вещи, чтобы выехать и будем так же помочь своим землякам, близким. Это тоже, как говорится, с нашей стороны оценено. Особое внимание губернатор уделил вопросу розыска самарских военнослужащих, с которыми на связь не могут выйти их родные. Глава региона передал представителям Минобороны списки самарских бойцов, чтобы уточнить информацию по ним. Вопросы дополнительной поддержки военнослужащих и их семей обсуждались на личном приеме губернатора с бойцами. Все обращения глава региона взял на отработку. Ольга Павлова, Виктория Шарая, События. В пятницу 13 января Дмитрий Азаров поздравил жителей области с Днем Самарской губернии. Богатая история, удобное географическое положение, трудолюбивые, гостеприимные и отзывчивые люди, бережно хранящие традиции родного края. Все это позволило Самарской области стать крупнейшим промышленным центром, в котором сосредоточена значительная часть экономического и научно-технического потенциала нашей державы. Благодаря усилиям многих поколений самарцев, их таланту, самоотверженному служению Отечеству, Самарская область сегодня является опорным регионом России. В Самарской городской думе подвели итоги конкурса сочинений размышлений на тему «Если бы я был Дедом Морозом, что бы я сделал для своего города?» В этом году в нем приняли участие почти 4,5 тысячи школьников из 142 учебных заведений города. Профессиональное жюри выбрало 20 лучших работ, чьих авторов наградили грамотами и подарками глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев и Дед Мороз. Подробнее в сюжете. «Что бы я сделал для родного города, если бы был Дедом Морозом?» Об этом предложили порассуждать самарским школьникам, чтобы принять участие в новогоднем конкурсе сочинений, который провели городские депутаты и департамент образования. Одиннадцатиклассница Арина Бахарева в своей работе отметила, что город в последние годы заметно преобразился и готов стать настоящим туристическим центром. «Я всегда очень радуюсь, когда наш город приходит с таким изменением, это всегда очень интересно наблюдать. Например, вот я принимала участие в «Субботнике» на Ташкентской, а сейчас там очень красивый сквер, где я очень люблю гулять с друзьями. Но в своем сочинении я писала, что это мало кто видит, и больше бы туристов хотелось в нашем городе». В других работах школьники также рассуждали об изменениях в городе. Кто-то предлагал использовать волшебство Деда Мороза в строительстве новых дорог и социальных объектов, помощи всем нуждающимся и создании новых возможностей для развития горожан. Все работы были объединены любовью к Самаре. «Это конкурс, где мало того, что какие-то творческие способности оцениваются, так еще и можно просто проявить себя и показать, насколько дорог тебе свой родной город и как ты готов о нем заботиться». Авторов 20 лучших работ и победительницу конкурса Ангелину Мартынову наградили в Самарской городской думе. Подарки лауреатам вручали глава Самары Елена Лапушкина, председатель думы Алексей Дегтев и сам главный новогодний волшебник Дед Мороз, чью роль на себя примерили школьники. Честно говоря, читала сочинения с огромным удовольствием, потому что они действительно позволяют, даже не видя вас, понять, что на самом деле вас волнует, что на самом деле вас беспокоит, и то, что вы считаете для себя важным, и то, что вы для себя считаете тем самым жизненным ориентиром. Мои отдельные слова благодарности, конечно, вашим педагогам, вашим родителям, вашим бабушкам и дедушкам, только за то, что они воспитывают вас думающими и добрыми людьми. Классальная работа, выполненная вами, в которой проявляется интерес к жизни, интерес к городу, не просто интерес, а любовь к городу. Интерес к тому, что все происходит. А вот это для нас дорого стоит. Всего в конкурсе, который стал традиционным, в этом году приняли участие почти 4,5 тысячи ребят из 142 образовательных учреждений города. Многие идеи и сочинения депутаты возьмут на заметку для дальнейшей работы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Этапы возведения подземки обсудили на еженедельном совещании в мэрии. Оно прошло под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко с участием министра строительства Самарской области Николая Плаксина и представителей других профильных региональных и городских подразделений. О том, как продвигаются работы, расскажем в сюжете. В Самаре строительство метро ведется круглосуточно как в историческом центре города, так и в районе перекрестка Полевой и Новосадовой. Наибольшего результата достигли в зоне метростроя на улице Галактионовской, где в дальнейшем возведут станционный комплекс. Здесь завершается разработка стартового котлована. На сегодняшний день его готовность составляет около 95%. Дальнейшие строительные работы будут организованы после того, как бетон наберет прочность, то есть не раньше, чем через 28 суток. Отметим также, что в границах будущего станционного комплекса переустройство инженерных сетей завершено на 75%. В конце января в Самару приедут представители специализированной субподрядной организации, которая в историческом центре монтирует прежде всего раму и ложе для дальнейшего пуска тоннелепроходческого механизированного комплекса. А в зоне строительства метрополитена в районе улиц Новосадовой и Полевой отбурено и готово порядка 50% ограждающих конструкций. В целом разработка стартового котлована выполнена почти на 25%. Ожидается, что здесь его устройством справится к началу марта. Настройки работы организованы с учетом действующих нормативов. Строители стараются не мешать жителям. Так, основные мероприятия заложены в график с 7 утра до 10 часов вечера, а в ночное время осуществляются только те работы, которые не связаны с высокой шумовой нагрузкой. Строительство метро и все остальные процессы находятся на непрерывном контроле областных и городских властей. На еженедельном совещании, которое провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, обсуждался вопрос переустройства трамвайных путей в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской. Это необходимо, чтобы освободить перекресток для следующего этапа строительства. Ничего пока мы перекрывать не будем. Сейчас, в данной ситуации, будут до конца января, ну числа, может быть, 5 февраля, будут переустраивать трамвайные линии, чтобы у нас трамвай был, ходил по Красноармейской, с левым поворотом в сторону Галактионовской уходил. Потому что в вопросе, когда будут выходить на перекрытие полное Красноармейская и Галактионовская, чтобы у нас движение трамвая было обеспечено. Кроме того, в будущем временно не будут ходить трамваи по улице Фрунзе. Когда этот вопрос окончательно решат в части сроков, горожан уведомят. В любом случае, только после переустройства трамвайных путей будут вводить какие-либо ограничения. А предстоящее сужение проезжей части на данном участке связывают с необходимостью строительства монолитной камеры в рамках переустройства водовода. Этот вид работ специалисты постараются выполнить за неделю. Такой срок обозначили на совещании. Кроме того, подрядчику и заказчику озвучили проблематику, касающуюся возможности компенсации ими затрат по восьми автобусам. Их планируется потом дополнительно задействовать для сохранения стабильного транспортного сообщения. Минимизации неудобств для горожан уделяется особое внимание. Напомним, после завершения строительства первой ветки Самарского метро подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции Театральная интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. Количество составов на линии увеличится. По расчетам специалистов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%. Кроме того, с открытием новой станции появятся возможности для дальнейшего усовершенствования транспортной инфраструктуры региональной столицы и повышения ее инвестиционной привлекательности. Ксения Баканова, Сергей Баскин, События. Сбербанк с 16 января начнет отключать устаревшее приложение своего мобильного банка. Телеканал Самаргис связался с представителями компании и там пояснили, что приостановка работы приложений коснется небольшого количества клиентов. Им направят СМС-сообщение о необходимости обновить устаревшую версию. Сейчас пользователи системы Android могут сделать это на сайте банка или скачав Marketplace.ru-стор. А вот владельцев смартфонов с операционной системой iOS просят обратиться напрямую в офис банка. Также представитель компании пояснил, что клиенты всегда могут воспользоваться веб-версией приложения. В Доме офицеров Самарского гарнизона состоялось учредительное собрание по созданию регионального отделения Общероссийского общественного движения «Культурный фронт России». Обоснование движения объявили в ноябре прошлого года. Его отделения должны появиться во всех регионах. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Формирование традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотизма в Самаре обсудили создание регионального отделения Культурного фронта России. Заседание прошло в Доме офицеров Самарского гарнизона. Культурный фронт должен объединить деятелей образования, воспитания, творческие союзы, военно-патриотические общества и всех неравнодушных граждан для гармоничного развития и сохранения традиционных ценностей. У нас очень четко выражено чувство справедливости и собственной независимости, превуалирование духовного над материальным, все аспекты милосердия, и чуткости, и заботы, и поддержка. Вот это вот все то, что в нашем обществе всегда было, всегда культивировалось то, что называется русской душой. О создании общероссийского общественного движения «Культурный фронт России» было объявлено на расширенном заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества в ноябре прошлого года. Движение станет общероссийским, его отделения должны появиться во всех регионах страны. Есть такое высказывание, что цивилизацию любую формирует три составляющие – язык, культура и вера. Ну вот культура, как одна из главных составляющих, требует защиты. Кроме того, на сегодняшний день у нас есть подписанный указ президента о сохранении традиционных ценностей. За последние несколько десятилетий в культуре нашей происходит много всяких интересных процессов, в том числе и прямо противоположных тому указу, который президент совершенно недавно подписал. Мне кажется, задача организации культурного фронта по всей стране, в том числе и продвижения именно тех культурных ценностей, которые сегодня востребованы и которые сегодня точно должны быть во главе угла. В Самарский региональный штаб культурного фронта войдут более 20 деятелей культуры и образования, которые активно занимаются проектами, направленными на формирование традиционных ценностей и гражданской идентичности. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События. 13 января отмечают День российской печати. Он учрежден постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 года и связан с исторической датой. Началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра I в 1703 году. В Самаре тоже есть чем гордиться. Самому старому изданию города, Самарской газете, в следующем году исполнится 140 лет. О чем писали газеты 19 века и что их связывает с веком нынешним, в репортаже Виктории Шарой. Тот самый случай, когда удалось войти в одну реку дважды. Самое старое печатное издание города, Самарская газета, в следующем году отметит 140-летие. И сейчас, как много лет назад, оно рассказывает о том, чем живут жители Волжского города. Самарская газета начала выходить с 1884 года. Основал ее антрепренер Самарского театра Новиков. Доходы создания тратил на театральные дела. В 1894 году продал Самарскую газету местному купцу Кастерину, который привлек к сотрудничеству ряд прогрессивных журналистов. В Самарской газете начиналась литературная работа Максима Горького. Он приехал в город на Волге по совету Короленко, никому неизвестным писателем. Сначала вел рубрику «Очерки и наброски», затем рубрику «Фильетон». В 1895 году был редактором газеты. С 1896 и до 900-х в Самарской газете работал скиталец. Он принял эстафету от Максима Горького. Он возглавлял здесь отдел «Фильетона» в Самарские строфы и также публиковал свои стихи. В разное время в Самарской газете печатались Гарин Михайловский, Короленко, Куприн и Мамин Сибиряк. Главный редактор издания Юлия Ваулина особенно гордится краеведческой рубрикой. Работая над материалами, журналисты трудятся в архивах, общаются с участниками событий. Увидев какой-то исторический материал, нам пишут люди из разных стран, иногда из Франции, например, или из стран ближнего зарубежья, и говорят, что в этом событии принимал участие мой дед, или там мой прадед, а сохранились его дневники. И таким образом наши исторические рубрики обретают как бы новое рождение и живут какой-то совершенно уже отдельной жизнью от авторов. И вот мы, конечно, мы гордимся, в принципе, всем. И это не пустой звук. Можно спросить практически любого нашего сотрудника. У всех близких наших есть подписка на Самарскую газету. Не потому что так положено, или так нужно, или так правильно, а потому что мы действительно гордимся тем, что мы делаем. Я всем говорю, что как бы то, что мы считаем, что газета – это что-то вот из прошлого для бабушек и дедушек. Нет, ребята, это вообще не так. Самарская газета очень, скажем, такая популярная была. Она была беспартийная, но довольно близка к таким левым взглядам, социал-демократическим, скажем так. И за это она не раз была поругана со стороны официальной власти, со стороны губернатора. Перепечатывали о Льве Толстом какие-то заметки, из других даже газет. Но, тем не менее, губернатор критиковал, потому что вот где читают Самарскую газету, а потом идут и покупают Льва Толстого. А Лев Толстой-то у нас в тот период был, ну, скажем, такой фигурой критикуемой. Именно на страницах Самарской газеты 26 мая 1889 года впервые встречается и упоминание о Владимире Ульянове. Вместе с семьей он приехал из Казани в Самару после того, как умер отец и был казнен старший брат. Чтобы помогать матери, Владимир Ульянов дал объявление. Бывший студент желает иметь урок, согласен в отъезд. Адрес – Воскресенская улица, дом Саушкиной, для передачи ВУ письменно. В Самарской газете, чтобы подработать, печатала переводы книг сестра Ленина Анна Ильинична Ульянова. Это роман за автора, переведенный с итальянского. Проблема в том, что у нас не было особенно много, да вообще в принципе практически не было итальянских оригинальных каких-то книг, художественных произведений. И она выписывала из Петербурга, где у нее училась сестра Ольга Ильинична Ульянова. Она выписывала оттуда романы, читала их, переводила. И фрагменты вот на протяжении 1890 года, там июль, август, сентябрь, октябрь, там через номер примерно выходил фрагмент этого романа. Реклама в изданиях 19 века была не меньше, чем сейчас. Свои услуги предлагали зубные врачи и прочие лекари. Есть объявления о ремонте карет, также активно продавали велосипеды и предлагали много товаров для поддержания мужской силы и женской красоты. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Для людей суеверных сегодняшний день полон опасностей и загадок. Пятница 13-я. Почему это сочетание дня недели и числа так пугает? Как побороть страхи и предрассудки и получить удовольствие от этого дня? Детали в сюжете. Историки, пытаясь ответить на вопрос о том, почему пятница 13-я считается днем несчастья, вспоминают об ордене тамплиеров. Французский король Филипп IV в пятницу 13-го 1307-го года приказал арестовать членов ордена вместе с его руководством. В этот день их обвинили в ереси и богохульстве, пытали и казнили. Говорят, что король выбрал такой день не случайно, и считая, что именно в пятницу 13-го был распят Христос. После этого предрассудки о пятнице 13-го были исключительно народными. Финансист и писатель Томас Лоусон выпустил роман «Пятница 13-я», в котором он описывал искусные махинации на финансовой бирже. В них использовали суеверие некоторых людей перед пятницей и числом 13. Но по-настоящему страшной «Пятница 13-го» стала после 1980-го года, когда появился фильм про серийного маньяка в хоккейной маске по имени Вурхис. У людей есть такое явление, которое называется магическое мышление. То есть мы можем понимать и разглядывать мир через символы. А символы, как правило, бывают совершенно разные, загадочные и непредсказуемые. И вот любая такая неопределенность, она всегда тревожит. 13-я и пятница – это, конечно, вот это вот магическое какое-то явление завораживающее. Вот. Оно, скорее всего, должно быть очень-очень веселым. Юмор, конечно, растворяет все эти вещи. Самые суеверные люди, особенно во время сессии, – это студенты. На что только они не идут, чтобы получить хорошую отметку. Форточку не кричала, но накануне экзамена мысленно проговорила «Халява, приди». У нас сейчас нет зачеток, у нас все в электронной форме. Но из примет я делал, например, подгладывал книжку под подушку по тому предмету, по которому у меня была сессия. Кричать в окно «Халява, приди». Не мыться перед сессией, чтобы не смыть все знания и не стричься. Ну, соблюдаешь? Конечно. Вот есть, допустим, то, что сегодня пятница 13-я, да, как-то на интуитивном уровне такое ощущение, как будто это какой-то нехороший день, вот, и то, что ничего не сдали, не сдадим. Вот, но вот из-за меня прошел, и, ну, меня результат полностью устраивает. По мнению психологов, лучший способ побороть тревоги и страхи – пойти им навстречу. К примеру, если вы боитесь черную кошку, нужно ее завести. Сотрудник приюта для животных Яна Сыдыкова так и сделала. Но на одной черной кошке остановиться не удалось, и теперь у нее их три. Котик – это котик, он не приносит никаких там неудач, все-таки животные, они больше положительных эмоций приносят, дарят людям любовь, тепло, уют в доме. Поэтому у меня у самой дома три черной кошки. Дома полно теплых котов, особенно сейчас в холодах, когда был на улице минус 40 градусов, нам было очень тепло, они нас облепили со всех сторон. Избавиться от страха перед черной кошкой можете и вы. В Кота-кафе живет черная кошка Лайма, ей 5-6 лет. Ее нашли на улице и вылечили. Но Лайма боится котов и большого скопления людей. В приюте ей тревожно, и она мечтает обрести дом и заботливого хозяина. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Россияне сегодня отмечают Старый Новый год. Дополнительный праздник, который получился в результате смены лета исчисления. Из-за расхождения календарей наша страна отмечает два Новых года по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе допраздновать самый любимый праздник. Тема продолжит Сергей Кизоркин. Отметить Новый год дважды в России проще простого. Первый раз его встречают по Григорианскому календарю с 31 декабря на 1 января. Второй с 13 на 14 января по Юлианскому календарю. По статистике, в нашей стране Старый Новый год отметят 40% населения. С работы придем и поужинаем все. С семьей. Не отмечаем. Два Нового года как-то не особо. Первый Новый год как-то, ну, понятное дело, можно отметить, как говорится. Второй Новый год, так называемый Старый Новый год, появился в России в 1918 году. По распоряжению Владимира Ленина после Октябрьской революции, Новый год стали отмечать по Григорианскому католическому календарю, то есть с 31 декабря на 1 января. До этого граждане Российской империи жили по Юлианскому православному календарю. Разница в датах составляла и сейчас составляет 13 дней. В документах и газетах того времени печатали две даты одного дня, чтобы упразднить этот дуализм, решили перейти на григорианский стиль. Православная церковь его не приняла. Так появились две даты празднования Нового года. По одному летосчислению мы празднуем Новый год, по другому летосчислению празднуем Рождество. Ну, чтобы как-то, наверное, скрасить, что ли, или каким-то образом нивелировать вот это вот совершенно непонятное соотношение, ну, стаканился со временем такой праздник, как старый Новый год. Тогда вот получается все логично. Сначала мы празднуем Рождество 7-го числа, и потом уже наступает наш, российский Новый год. Православные христиане 14 января отмечают три религиозных праздника. День Святого Василия Великого, обрезание Господня и Рождество Христово. Поэтому верующие в Иисуса пойдут на литургию в храм, а не пировать. Всем остальным россиянам предоставляется еще один повод встретиться в дружной компании и повеселиться от души после первой рабочей недели в 23-м году, встретив Старый Новый год. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, хороших выходных.